Школьные годы чудесные. Как всё хорошее, они когда-нибудь заканчиваются. Расставаться со школой, конечно же, очень грустно. Это важнейшая часть в жизни каждого человека. Смотрите наш репортаж с праздника последнего звонка, который пришёл в 11-й школе Хутора Маевского. Девятиклассники в красивых красных лентах уже выпускники, и они на пороге взрослой жизни. Да, сейчас они ещё школьники, но скоро у них будут экзамены и продолжится дальнейшее обучение. И сегодня знаменательный для них день. Они в центре внимания, они самые взрослые, нарядные и взволнованные. Их прежде всего поздравляют и дают на путствие. Вы стоите на пороге длинного пути, большой и светлой жизни. Пусть она будет у вас всегда такой. Вот такой дождик, который сегодня выпал на наш последний звонок, видите, он даже не начинается. Он просто хочет, чтобы ваша жизнь была яркая, светлая, добрая, чтобы вы всегда оставляли о себе хорошие воспоминания, чтобы людям рядом с вами было тепло и светло, чтобы вы стали надёжной опорой своим родителям. И, конечно же, я хочу пожелать вам ни пуха, ни пера на экзаменах. Выберите правильный путь и смело шагайте по нему. Первоклассники 11-й школы поздравили выпускников и прочитали для них стихи. Дела великие и небольшие желаем вам делать лишь на пять. Желаем вам честно служить России и школу родную не забывать. Затем первоклассники передали героям дня свои наилучшие пожелания, записанные в самолётиках будущего. С добрыми напутствиями выступил классный руководитель выпускников. Дорогие мои, смело по жизни идите. Вам предстоят экзамены, но вы их сдадите. Не бойтесь препятствий и сложных задач. Живите для успеха и ярких удач. Пусть для вас будут все дороги открыты. Дружбой своей всегда дорожите. Уважайте родителей и старшее поколение. Мечтайте, любите, дерзайте смелее. Не забывайте школу, ведь школа всегда будет вашим вторым домом. Для вас всегда будут открыты школьные двери. После взволнованного ответного слова выпускников наступил, пожалуй, самый трогательный и красивый момент, которого все ждали с нетерпением. Это выпускной прощальный танец. По доброй традиции цветные воздушные шары из рук выпускников взмывают в небо, символизируя для этих ребят прощание с родной школой. Пусть летят высоко журавли. Мы вас всех отпускаем, ребята. Пусть исполнятся ваши мечты. Раз, два, три. И вот уже заливисто звенит последний звонок. Право его дать было предоставлено выпускнику и первокласснице. Для виновников торжества этот необыкновенный день неповторим. Очень многое поменяется теперь в их жизни. Сегодня замечательный день. Одновременно радостный и грустный, потому что мы прощаемся с нашей любимой школой. Я здесь училась с первого класса и за все эти девять лет получила прекрасное образование. Я хочу сказать огромное спасибо моим любимым учителям. Они научили меня быть взрослой и понимали меня, как никто другой. Сегодня у меня последний звонок. Я проучился в этой школе девять лет. У нас был очень дружный класс. Как-то не хочется расставаться со школой, но вся жизнь еще впереди. Буду надеяться, что будем встречаться с одноклассниками в свободное время. Родители как-то по-новому смотрят на своих выросших детей. И в это время их волнуют так много мыслей и чувств. Для нас, родители, это очень волнительный день. Наши дети в нашей школе отучились девять лет. Школа очень хорошая. Учителя тоже очень замечательные. Все нам понравилось в нашей школе. Я считаю, что наши дети все пойдут дальше учиться. Они выберут свой жизненный путь. И все у них будет хорошо. И выпускникам, и их классному руководителю есть что вспомнить. Как много было хорошего. Как много всего еще ждет ребят впереди. Сегодня очень замечательный день. Очень волнительный как для нас, учителей, так и для выпускников. Особенно для их родителей. Мы долго шли к этому дню. Мы готовились, мы старались. Ребята очень волновались. Но тем не менее мы справились. И я думаю, что ребят в будущем ждет прекрасная жизнь. Что они справятся со всеми своими трудностями. Этот праздник навсегда останется в сердцах его участников. И будет для школьников, учителей и родителей одним из самых запоминающихся. Выпускники прошли долгий путь. И впереди у них жизнь, полная новых свершений, преодоления трудностей и счастья побед. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует...